Из хаты в Саклю. На первое борщ, на второе шашлык. Но главное это общение. После смены формата фестиваля Гастагаевские встречи лишь укрепили позиции одного из знаковых мероприятий киношока. В этом году в программе региональное кино, в том числе из национальных республик, Якутии, Бурятии, Башкирии, Адыгеи. Многие фильмы с бюджетами от 2-3 до 10-15 миллионов рублей. Есть любительское кино. Считай, народное. Мне очень нравится, что и город, и край по-настоящему чувствуют, правда, необходимость и народность фестиваля. Фестиваль ни кулуарный, ни закрытый, ни помпезный, ни такой элитарный, избранный. Похожих моментов ни один и ни два. Игорь – профессиональный фотограф, живет в Ростове. У него целая коллекция фотографий актеров и актрис советского кино. Решил дополнить их автографами. Для того, чтобы освободить сегодняшний день, председатель жюри киномалышка Марина Яковлева работала до поздней ночи. На фестиваль актриса прилетела, закончив работу в крупном проекте. Я просто несла свое тело в Анапу, выжатый лимон. И сейчас я никакой, я полный лимон, я не выжатый лимон. Владимир и Олеся Сучковы с внуками приехали отдыхать в Анапу из Нового Уренгоя. Про киношок узнали о знакомых, которые живут в городе-курорте. Вообще и в Анапе, и здесь артисты очень простые. Мне лично всем понравилось. Вот все, да. Ну, я не ожидала, что они такие добродушные. Светлана Тома – это самое доброе, самое любимое. Светлана Тома – рада из фильма «Табор уходит в небо». До этого на киношоке была дважды. В Гастагаевскую приехала впервые. Я в восторге от щедрости, от красочности, от того, что можно познакомиться с культурой, которую нам представили. И это все очень интересно, это познавательно, и это хорошее настроение. Гастагаевские встречи – одно из мероприятий, закрывающих фестиваль. Завтра будут подведены окончательные итоги. По этому поводу жюри немногословно. Даже организаторы не знают, что происходит в условной совещательной комнате. Работы победителей назовут завтра вечером на церемонии закрытия, которая пройдет на летней эстраде.